Грация, сила, резкость и плавность в технике ушу дополняют друг друга как инь и ян. При мудрости китайского единоборства Настя постигает уже шесть лет. Свой комплекс в стиле цейлифо девочка легко повторит даже с просоньем. Хотя на ковре в Поднебесной запереживала. Дома и стены помогают. В Китае же их не было вовсе. Под открытым небом тяжело выступать. Я привык в здании выступать, а тут под открытым небом шесть ковров. Я сначала нервничала, а потом вышла на ковер, собралась и сделала. Россия! Россия! Представляли нашу область на мировой арене восемь ушуистов. Домой все из них увезли медали, а некоторые и не одну. И это несмотря на колоссальную конкуренцию. В международных соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов со всего света. Понравилось на самом деле судейство. Оно было очень хорошее. Но не было таких даже спорных моментов, когда там посуживают другим или не другим. Вот по-политически даже никого не протаскали выше. Судили так, как есть. Впрочем, высокие награды ребятам дались не без боя. Ради легкого и грациозного исполнения техники амурской команде пришлось сбросить не один десяток килограммов. Впрочем, сидеть на диете ушуистам не пришлось. Времени на еду просто не было. Круглые сутки они проводили на тренировках. На некоторое время пришлось прервать даже учебу. У нас ребята находились на базе Мухинка на учебно-тренировочных сборах. И там они находились три недели. Это первые учебно-тренировочные сборы, и вторые тут же были в Пекине. Поэтому на тренировке у нас даже не было ни каникул, ни отпускных, ни выходных. Впрочем, времени на отдых у спортсменов и сейчас немного. На днях они начнут готовиться к европейским соревнованиям. При этом отлынивать от тренировок не позволят даже чемпионам. Медаль, говорят тренеры, это еще не показатель истинного мастерства.